Вопросы образования, здравоохранения и экономики. В столице Исландии Рейкьявики собрались более 400 женщин-политиков из 100 стран мира, чтобы обменяться мнениями и поделиться опытом в решении государственных проблем. На этот масштабный форум приехали и представительницы Украины. О чем они говорят, узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Рейкьявике. Президенты, премьер-министры, депутаты и все женщины. Исландия не случайно стала местом проведения этого форума уже 8 лет подряд. Эта страна занимает первое место в мире в гендерных вопросах. Это касается равного участия мужчин и женщин в политике, сферах образования и здравоохранения. Обменяться опытом в Рейкьявик съехались представители более 100 стран. Но говорят здесь не только о том, как отстоять права прекрасного пола, но и о том, с какими новыми вызовами сталкивается правительство, что и как нужно менять. Приветствую, сестры. Замечательно находиться здесь и обсуждать с вами позитивные изменения в обществе. Я хочу поговорить о важности использования цифровых технологий в современном мире. И знаете, почему это важно? Потому что они способствуют стремительному движению вперед. Они помогают женщинам продвигаться в обществе. Для цифровых технологий не важна география и время. Они предоставляют равный доступ всем. Мы должны присутствовать на таких саммитах, форумах, для того, чтобы озвучивать свои проблемы. Мы говорим здесь о том, что конфликты теперь новые, они трансформировались. И новые, более сложные конфликты и войны требуют новых подходов, новых методов решения. Кроме того, мы говорим об экономическом равенстве между мужчинами и женщинами. Так, например, разница средней зарплаты между мужчиной и женщиной в Украине 26%, 26,6% на самом-то деле. И это огромная разница. А в нескольких отраслях, например, финансово-страховой сфере, это до 50% разница. Такая прямая экономическая дискриминация, которая неизбежно имеет последствия для всего общества в целом. Мы разговаривали сегодня с министром юстиции Исландии о законодательных проблемах во многих сферах, которые существуют в Украине. Призывали делиться опытом, поговорили с представителями израильского КНЕСЭТа. Это встречи, которые проходят каждые 5-10 минут на полях саммита. У украинских депутатов здесь день расписан по минутам. Это не только участие в общих сессиях, но и индивидуальные встречи. Среди участников форума президенты Исландии, Мальты, Литвы, Эстонии, Хорватии. Дипломаты, министры и сотни парламентариев. Своим опытом делятся десятки бывших премьеров женщин. А особый гость саммита, экс-президент Исландии Вигдис Финбога-Доутыр. В 1980 году она стала первой женщиной в мире, которую избрали президентом на демократических выборах. Также она была главой государства дольше, чем любая другая женщина в мире. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер из Исландии.